Вы знаете, было бы хорошо, да, с микрофоном. Можно еще раз всех поприветствовать, чтобы все вы слышали? Добрый день, спасибо. Роман, мы с вами договаривались, и вообще, мне кажется, именно с вами хорошо бы поговорить о цирке Шепито. Что это такое, каков он на сегодняшний день, есть ли жизнь вообще именно такой структуры цирка, и есть ли будущее у этого цирка? Ну, я думаю, здесь в зале сидят профессионалы цирка, как или иначе, они прекрасно понимают, что цирки Шепито – это большая часть всех цирков в мире вообще. То есть основная масса – это цирки Шепито, это факт. В России их очень много, по моим скромным отчетам, наверное, более даже двухсот, но они все, скажем, не совсем хорошие. Не все хорошие, давайте вот так скажем. И есть к чему стремиться, сейчас вышел 498-й федеральный закон, вернее, он вышел два года назад, и с 22-го года вся деятельность, связанная с животными в цирках, вообще должна быть ринцезирована. Включается, решить этого в частности. Сейчас, на данный момент, есть определенные, ну, не то что сложности, а правила, по которым должны работать артисты с животными в цирке Шепито. И, как правило, все те нехорошие случаи, которые происходят в цирке Шепито, как правило, происходят из-за безответственного и непрофессионального отношения как артистов, так и руководителей, хозяев цирков к работе с животными. Ну, а это вообще что значит? Что, в принципе, животные должны быть ликвидированы из цирка в целом, или именно нужен какой-то рекламент, по которому будут действовать артисты? И кто это самое главное проверяет? Потому что много пользователей, да, в соцсетях уже последние десятилетия шумиха от цирки звучит? Нет, да, у нас свободная страна, и каждый волен выражает свою позицию так, как он считает нужным, но другая точка зрения, это правильная она или нет, например, если взять очень популярную фотографию, где слон разворачивается в фуре, где этот слон только не был, он был и в Якутске, возможно, он и в Челябинске был, и в Сочи, и в Казани, и, может, даже в Москве. Где он был на самом деле? То есть, вот таких сказок, ну, мы сюда летели самолетом, новая сказочка вышла замечательная, как корова сбежала с мясокомбината, переплала то ли реку, то ли океан, и сейчас живет спокойно на небедельном острове. И таких историй, скажем так, слишком увлеченные своей деятельностью зоозащитники придумывают очень много. Просто нужно, во-первых, сейчас есть закон, которому нужно соответствовать. Этот закон разрабатывался с учетом и нашего мнения церкового сообщества, наших интересных. Там нет ничего страшного, там нет ничего невыполнимого. Там просто все четко, сурово и правильно. Поэтому, если сейчас у вас есть в коллективе зверушки, то вам нужно иметь обязательно юридическое лицо, правильно содержать этих животных, согласно федеральному закону и под закон актов к этому закону. И все, у вас будет хорошо. А с следующего года, надеюсь. Вот так вот все легко и просто. А давайте спросим, действительно, друзья, все, кто приехал сегодня на форум, скажите, в большинстве случаев это руководители именно детских коллективов. Есть ли те люди, кто пересекаются так или иначе? Может быть, вы параллельно работаете также в цирке, служите в цирке и имеете отношение с животными? Есть или нет тут такие? Я животные. Значит, не зря. Значит, есть для кого, можно сказать, быть. У меня в цирке работали ваши животные в хорошем уровне. Насколько я понимаю, значит, тему животными, в принципе, те люди, которые к нам приехали, они и так понимают... Тему животными, я думаю, раскроет чуть больше другой спикер, который в этой теме гораздо глубже, чем я. То есть она именно занимается животными. У меня можно спрашивать про любую деятельность именно церковь Шабито. Как это все выглядит сейчас? Можно ли работать? Нужно ли работать? С кем работать? Как? И что такое? Вот. А давайте потихонечку и будем это раскрывать. Можно ли работать? Где можно работать? Куда можно приходить? Насколько это востребовано вообще? Насколько жив ли цирк Шабито? И ходят ли люди активно или заполняемы с цирком в цирке? Сколько в челябинской области у городов населения? Менее 100 тысяч. Менее 100 тысяч. Это вот примерно 20. И больше 100 тысяч. Ну кроме магнитопорских, челябинских, все 40. Вот это все города, это наши клиенты, все зрители в этих городах, это все наши потенциальные зрители. Зрители цирковь Шабито. Поскольку там нет стационаров, можно прийти в большой цирк. У нас есть в России очень большие цирки. Размером с цирк Монте-Карло. Есть такие цирки Максимус, например, это самый большой цирк в России по занимаемой площади. Есть небольшие цирки на даже 400-500 мест, такие камерные. И эти цирки могут приезжать в города Челябинской области, находить площадки, соответствовать сигналам. И работать, и радовать зрителей, удивлять, порожать, расхищать. То есть, грубо говоря, цирк Шабито, это для городов и не миллионников, как вы говорите? Вы не ставите миллионников. То есть, у тебя должна быть программа, например, есть такой город, что есть пациент фонсирует, мне предложили замечательную площадку. Я куда-то приехал, раскатал гугу, закатал и уехал. Вы стесняйтесь спрашивать, я буду говорить очень честно, поскольку это интересно мне. Отвечать вам честно, чтобы здесь не было лишних банок и клюквы и так далее. То есть, если есть какие-то серьезные вопросы, если есть, вот, не знаю, острые вопросы, задавайте, спрашивайте, я готов абсолютно серьезно отвечать. Для городов-миллионников цирки Шабито должны быть другие. Какие? Просто другие. Вот это не должна быть программа как в стационаре. Она должна быть другая. Чем именно кардинально? Чем она должна отличаться? Ну, как отличаться, например, если все привыкли к народному творчеству? Тоже привыкли к неформальной коллекции. То есть это что? Это что-то науне? Ну, другое. Вот просто другое. Вы должны удивить зрителя, которые привыкли к программам запашного, которые привыкли к другим программам, к лафовским программам. Главный фирм не знает, что это лафовка у меня есть. Вот. Это должна быть другая программа. Другие артисты, другие жанры не похожи на то, что они видят. Люди ходят, но нет вот этого маншрата. Вот это и проблема. То есть это что? Это проблема режиссуры, которую нужно сейчас в корне поменять, чтобы человек приходил, чтобы он хотел прийти. То есть в большинстве случаев у людей цирк ассоциируется с животными, что можно прийти и посмотреть на то, как умеет лев прыгать через кольцо. А сейчас, убирая животных из этой структуры, мы не поменимизируем. Это стереотип. То, что вы сейчас назвали, что цирк с животными. Да, это классика, но это стереотипы, в которых можно отходить. У меня в программе не преобладают животные, сколько я работаю с цирпом Шпидро. У меня есть 3-4 номера из 10-12 номеров. На шпидро тогда делайте упор. Это может быть очень нескандартно. На чистоту во всем. На чистоту в работе. На культуре работы. Это тоже очень важно. Вот смотрите, я хотел эту тему затронуть. У меня сейчас так аккуратно подошли к ней. Все самые крутые мотивационные книги по бизнесу, как стратегия «Голубого океана» и все мотивационные книги от известных авторов Альма Хара и Дейла Карнеги, они все строятся на личных примерах. Это сейчас будет все очень банально. Вы все это слышали много раз, но все равно, читая все эти книги, вы еще раз убеждаетесь, что эти банальные вещи иногда нужно вспоминать. У меня был период в жизни, когда мне не то, что перестал быть интересен цирк, мы с Арбатом тоже это все обсуждали, и когда у тебя все идет по накатанной, и теперь чего-то уже ничего не хочется. Нет никакого толчка. Да, как угарание, как угарание, потому что я цирковой ребенок, я белочный, то есть я с детства в цирке, и мы ходили в цирке, и мне было 16 лет. То есть я с цирком Шапито, с нашей фамилией, работаю больше, чем я жил в цирке. С 16 лет я еще был совсем юношим, когда этот бизнес появился у меня в родителей. И в какой-то момент мне стало просто очень-очень скучно всем этим заниматься. Просто я продолжал делать свою работу, все так же, на уровне, ни туда, ни сюда. И в какой-то момент, вот мой товарищ, который сидит впереди, сейчас рисует что-то. Замисывает тебя, сейчас провал лайк. Спасибо. Вот. Он приехал в Монте-Карло. Монте-Карло для любого циркового, это, ну, это трамп, это олимпийский город. Вот, и приехал туда, там Шапито. Это большой шиперматч, но это все-таки Шапито. Маниш там копилочек. Ковры там носят скрученные в трубочку. Вот, кто работал в стационарах, знает, что у нас толстые ковры. У нас четыре человека, он фиг поймет. Ну, в трубочку скручут, как-то все очень проще, и это Шапито. И у меня была возможность бывать на прогонах, на репетициях, после представления оставаться. То есть там в два-в три часа ночи идут репетиции. И я вот, если можно такое слово, не офиге. Я приехал оттуда вообще другим человеком. Я так зарядился, я бы сказал, что в Шапито. Да, у меня не такое большое Шапито. У меня нет возможности там на миллион, на два миллиона долларов раздавить Света, как сейчас Света в Шапито, Монте-Карло. Ну, можно что-то делать. После этого Монте-Карло я вел переговоры с артистом, который там получил пророзу. Саша Батуева. Ну, его просто, его тут же убрали в Европу, в Испанию, в Германию. Он там прописался как великолепный артист. Вот. И это был толчок. Поэтому, вот, бывает это можно чаще на всевозможных конкурсах, фестивалях, мероприятиях. Я когда приезжаю в какой-либо город, в любой стране, я сразу гуглю, смотрю, какие идут в этом городе шоу. Я даже в Германии ездил на поезде 400 километров, чтобы посмотреть мюзикл-роки. Из одного города, из Дюссельдорфа, я ездил там в Артуру, город Дабах. Вот. Я ездил туда смотреть этот шоу. Вот просто бывайте, вот где только можно. Вот посещайте все церковые предприятия, все шоу, которые сможете найти. И вы сможете вдохновиться этим. Найти что-то. Может быть, одно не понравится, вам нравится другое. Чем-то вдохновитесь. И сейчас мы плавно подойдем к району в кустах, которые мы заготовили. Вот. Другой пример. Мы готовили шоу «Симпуцин» с апреля 2019 года. В Министерстве культуры Московской области был проект, посвященный ювелирею усадьбы Арканельской. Усадьбы Юсуковой. Это, ну, что проще говорить. Это возле Рублевки. Огромная усадьба. И там есть площадка. И они захотели сделать, вот, как будто Юсуковы привезли цирк. А они любили цирк. Они были меценадами. У них был свой зверинец. А как будто они привезли цирк. И вот они показывают это гостям своим, которые пришли к ним в усадьбу. С апреля велись переговоры. Я ездил в Москву. Мы говорили о том, о пятом, о десятом. Сметы, расчеты. Очень тяжело было. Я весь свой коллектив завалил. Говорю, ребята, сейчас будет такое шоу. Просто невероятно круто. Подеревно. Ублёнки встали. Шепеток поставили. Никогда такого не было. Крут будет. А энтузиазм у моих ребят ноль. Ну, то есть, да, да. Камерик Заку покрасил. Хорошо. Роман сказал, нам покрасил. Вот. Я из ваших завошел. А еще мы включем. Этот проект назывался «Симфоцирк». Сейчас у нас волшебным образом должно быть видео. Видео. Это «Рояль» как раз. Да, это тот самый «Рояль». А вот можно без музыки немножко. Чтобы можно было говорить. Просто убрать музычную ману. И вот в итоге получился вот такой проект. На маниже Сергей Шепеток. Работали артисты. И шестьдесят четыре человека симфонические оркестры. У меня просто большая палата. Вот. В нее это все помещается. Здесь были три номера из моей программы. Были приглашены артисты из цирка на проспекте Вернадского. Были артисты из цирка Никулина. И были из Москва. И балет. Потрясающий балет цирка на проспекте Вернадского. Лучший цирковый балет ever. И вот такое шоу мы делали, это было просто потрясающе. Я в нем не работал. Я просто смотрел со стороны и просто кайфовал. Это было так круто. Это вот то, каким может быть цирк в будущем. То есть шестьдесят четыре человека симфонические оркестры. Красивые люди в Манеже. Великолепный пианист, потрясающий Иван Иудин. Это может быть очень круто сделано. И вот, чтобы вдохновить своих ребят, чтобы они начали серьезно относиться к этому проекту, А они не уверяли, что такое может быть. Просто не представляли, как это. Симфонический оркестр. Какие-то крутейшие артисты приедут, которых они никогда в жизни не видели. И больше никогда не увидят. Вот эти калёные, они уехали потом в Швейцарию. И не знаю, и все хорошо. Лиза на чемпионатах проходила канату. Потрясающая артистка. Но благодаря вот тебе и очень крутые артисты остались. Слава Богу, у Эльгарда Эмми сейчас принимают участие в его шоу. Вот по щучьему Верей. Александр? Твою? Вот. И я, чтобы завести ребят, в это же время, буквально за неделю, был цикл фестиваль «Бидл» в цирке на проспекте Рюнанского. Вот. И я привез их на этот фестиваль, всю свою компанию, всех своих рабочих, которые, может быть, даже никогда не были в стационарном цирке. И они вышли оттуда другими людьми. На следующий день они делали не то, что я их просил, чтобы они делали даже больше и находились сами, потому что они поняли, насколько крут может быть цирк. То есть то, что они у меня работали, все это приелось, то же самое. Но мы видели опять те же самые города. Ничего такого. Нам не страшно. И чтобы вот это получилось, им нужен был толчок. И этим толчком оказался фестиваль «Бидл», где тоже выступали лучшие артисты, которые представляли свой жанр, и их это завело. Поэтому очень банальная вещь. Вдохновляйтесь другими цирками. Вдохновляйтесь другими артистами. Вдохновляйтесь другими шоу. Посещайте все. По-хорошему завидуйте. Вот просто по-хорошему завидуйте. Чтобы сделать еще лучше. Вот я являюсь поклонником фишных единоборств. И недавно был один бой. И после боя все либо ругаются, либо вежливо высказываются. И чемпион, который выиграл этот бой, он сказал спасибо моему сопернику за то, что он заставил сделать себя, ну, меня. Что я заставил сам себя сделать еще лучше, потому что он очень крутой. Поэтому если вы увидите где-то лучше, чем у вас, это же хорошо. Мотивация. Стать еще лучше. Мне кажется, мы сейчас как раз сам мотивационную речью услышали. Паналит. Я согласен, паналит. Я согласен, паналит. Вот эти паналит речки необходимо периодически где-то вычитывать и слушать. Иначе вы просто про них забудете. Рапон, это вот вы сейчас сказали со стороны артиста, как можно заряжаться и впитывать в себя культуру, чтобы ее потом пополучать. Правильно? Скажите, а со стороны именно зрителя было ли им это понятно? Увидели ли они ваш этот посыл, когда ваши артисты уже перевоплотились и стали ярче работать? Есть ли вообще какой-то отклик и обратная связь, например, у вас? Мне кажется, зрителям все проще. Им либо понравилось, либо не понравилось. Я не думаю, что они сильно заморачиваются о том, как это было сделано, еще что-то. Некоторые подходят. У меня в цирке работала девочка Инна Талагарин с кулакобами. И мне был номер «Вавила нянка». И вот она прямо стреляла кулакобами, как будто из лука. Я это видел. И один зритель подошел после представления и говорит, «Я понял, о чем номер. Она из лука стреляет». Значит, режиссеру удалось, и артистка донесла свой образ. То есть, на самом деле, тут все очень просто. Они видят либо хороший продукт интересный, а могут они принять такой продукт. То есть, симфонический оркестр, цирк, животное, балет. Что-то очень много намешено. Все равно, с стендерем можно сработать. Но мы сделали три шоу. Организаторы пожалели, что с резкой было бы начали по проекту 3 недели простоять. Но они чего-то испугались и сделали три шоу. И очень пожалели, потому что люди подъезжали, где билеты, где билеты, где билеты, где билеты. А у нас сегодня много свиданий закончено. Значит, нужно что делать? Повторить. Продлевать. Продлевать, да. Друзья, у нас рекламент прям очень жесткий, поэтому есть ли у кого-то вопросы для Романа? И мы будем отпускать уже Романа. Ну давайте, коллективы, руководители. Это же Барыш, Роман. У нас же есть? Да? Вот сейчас микрофончик. Просто записывай, приходи сегодня. Удазначенное время. Это вам. А почему не хотите сами читать? Стесняйтесь. Зачитать? Да. Давайте, чтобы было возможно. Есть ли цирки Шепето, которые организуют или осуществляют прокат программ с участием детей? Есть ли перспектива этой идеи и какие проблемы могут возникнуть в связи с организацией этого дела? Вот смотрите, лично я, я бы за такое не взялся. Я, наверное, слишком замороченный, слишком ответственный на это. Есть артисты, которые работают. Это Алекс, который в Мотокороле. Нет. На катушках, который в Мотокороле. Мальчик Маслянов, спасибо. Забываю. Алекс Маслянов, мальчик, который стоит на катушках, невероятно, потрясающе. Он работает в цирке, по-моему, несовершеннолетний. Я, честно говоря, не знаю, как это всё оформлять. Вот, может быть, Дарья Леонидовна расскажет о технике безопасности, как это всё выявить именно. Роспуск в цирке. Может быть, Эрд Вальтович расскажет, как у него в цирке был несовершеннолетний нашел и так далее. Можно брать, но должна быть законодательная база. Этот ребёнок, его родители, это должны быть защищены законом. Так же, как должен быть защищен работодатель. Мы оба должны знать, где проходит та грань, где более ответственные они за ребёнка. Это ребёнок. Где начинается моя ответственность. Потому что если упадёт пеннадцатка из-под кукола, мы там разберёмся. Где-то, может быть, трос, где-то у неё она руку расцепила, ещё что-то. Где-то им свет в глаза ударил и так далее. С ребёнком всё гораздо сложнее. Поэтому, да, такие есть. Сейчас, например, даже проводится цирковой фестиваль детский. Именно в Шепетово это делается. Ну вот, это должна быть законодательная база, где всё должно быть по полочкам разложено, прописано. И тогда я, может быть, взялся за подобный проект. А регионы могут свои заявки оставлять на участие? В чём? Ну вот, как Вы говорите, что у Вас сейчас в Шепетово проходят? У меня сейчас в городе Волжск проходит цирковой фестиваль детский. Это проходит Шепетово. И да, там участвуют цирковые коллективы, там участвуют дети. Ну, то есть, нелегкую систему... Это работает. Это работает, но вот именно как... То есть, это же ребёнок должен получать заплату. Может, просто так должны выйти и подорачиваться. Я не интересовался в работе. Я могу вам честно сказать, Юре, буду честно отвечать. Этим вопросом я не интересовался. Этим вопросом должны интересоваться Вы. Это Ваших интересах. Если Вы хотите трудоустроить ребёнка, то это Ваших интересах узнавать, какая законодательная база. Я вот не могу Вашего окна рассказать, какая законодательная база. О Ориде площадок. О землеотведении. К сожалению, тоже учу это. Потому что именно здесь площадок можно сдать Шепетово. Прямо работу ребёнка на постоянной, так скажем, основе. А именно для того, чтобы как практику проходить. Такое возможно... Это всё равно работа. Это всё равно работа прочитаться. А как иначе? Ну, то есть, ребёнок выходит в унижь, горятся в вилле, сидит за викинг, который заплатил деньги за билет. И просто... А сейчас мы вам ребёнка покажем, он у нас так, ну, мимо делаем сейчас. Он поболтается, там что-то там поделает, и всё. Нет, так это не работает. Это же должно быть шоу. Ну, такое, или чуть ниже уровня, но нельзя. У меня были такие случаи, в которые мне приходили люди. Есть в Липецке замечательная цирковая студия. Есть кто-нибудь из Лицын? Жарко. Вот. Там были братья Данисян. Сейчас они звёзды цирка, что один, что другой. Жора вообще великолепен. Это жемлёвыми вещами футбольными, на втором вещах, как девочка на шаре, только юнерами не на шаре было. И жемлёвыми вещами. На самом деле, крутяк номер. Я уважаю Жора. Вот. И они, когда только начинали, они попросили время, чтобы поработать на публике перед цирковым фестивалем. Я скажу, Роман мой крутой, у тебя большое будущее, времени не дам, ты не вписываешься в лизаж раз. Во-вторых, я не знаю, как тебя буду обоставить, это два. Просто репетируй на публике, работай бесплатно, как хочешь, и езжай на конкурс, у тебя большое будущее. Вот. И у него всё случилось. И у большого брата тоже. Ну вот, выход есть. Я думаю, что на этом, наверное, мы и беседу завершим с вами, но потом будет ещё информальное время. Если у вас остались какие-то вопросы, и вы немного стесняетесь, то можно будет подойти и спросить. Да? Спасибо. Спасибо вам огромное.